Ну и наконец-то, слава Богу, мы заселяемся. Так, мы заселяемся в отель. Фух, слава вам, меня как кошку. Она меня как кошку первой запускает. Фух, слава Богу. Так, наконец-то мы заселились. Так, я так понимаю, здесь ни тапок, ничего. Вон тапки. Есть тапки? Не знаю. Слава Богу. Так, тапочки, тапочки, тапочки. Так, тапочки есть, слава Богу. Все, ладно, все остальное. В принципе, такой же. Все, Ван сразу пошел смотреть. Вот такой вот номер. Даже вон есть вонючка. Так, ладно, сейчас вопросы решим кое-какие. Потом будем думать. Ребята, заселились мы, голем пополам. Но заселились, слава Богу. Так, ну, отель точно такой же, как были апартаменты. То есть, один в один. Ничего вообще не поменялось. Только у нас здесь до кучи есть, например, смотрите, мыльно-рыльное. Когда мы заселяемся от хозяина. О, даже зубная щетка есть. Я так думаю. Прикольно, да. Здесь эта щетка. Да, здесь у нас ничего, по-моему, нету, да? Зубной набор, это вообще. А, ну, зубной набор. Да, тут пасты еще. Крутяк. День у нас весьма сегодня тяжелый был. Очень тяжелый. То есть, я так понял, там эти, работ с 7 до 23. Кстати, номер нам стоил 7400 без завтраков на одну ночь. Вот. Вообще там цены у них, если вы снимаете от 3 ночи, там у них 10% скидка. Кстати, здесь нету этой, как ее. Ты говорил, здесь доска будет гладильная. Доски гладильной нету, соответственно. Вот, если дополнительно одеяло, вай-фай сейчас посмотрела, вай-фай очень хороший, слава богу, хоть где-то справедливость. Я, по крайней мере, буду спокойно все грузить. Я надеюсь, все... О, нет, все-таки есть, да, все, пардонте. Пардонте, все это есть. И решетка для сушки. Ну, в общем, точно такие же стандартные номера, как вот сдавали люди, да, то есть, получается. Отопление в виде кондиционера. Кстати, у них там не было. Да, у них там... У них, кстати, вообще, по-моему, был центральный кондиционер вот здесь вот тут был. Да, вот там. Да, 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 да. А так совершенно обычный стандартный номер. Здесь есть, вот смотрите, набор для мытья посуды. Вот средства для меня посуды. Набор, конечно, не самый большой, но все же. Здесь вот должна была быть стиральная машинка. Она есть. То есть, это получается, когда сдавали номера, они шли по дефолту. Что для людей, которые покупали здесь квартиры. Что, соответственно... Так, есть две кружки, два бокала. Хорошо. Так, это все работает. Планца. Мы уже помним, как действовать. Так, здесь у нас из тарелок две тарелки. Таких, две тарелки таких. Есть мисочки для супа. Есть доска. То есть, все по минимуму, но, в принципе, все есть. А больше-то и не надо. Вот насчет досочек. А, вот здесь, наверное, что-нибудь есть, да? О, смотрите, есть сковородка. Есть кастрюлечка. То есть, все хорошо. Отлично. То есть, почему мы выбрали именно этот отель? Потому что очень нравится то, что здесь есть кухня. То, что здесь будет очень удобно. Так, здесь у нас, соответственно, приборы. Вилки, ложки, ножи. Здесь вот такие вот приборы. То есть, все очень аккуратненько, лаконично сделано. Номер очень чистый. А тогда, я помню, у нас здесь был тостер. А здесь тостера сейчас нет. Здесь у нас, соответственно, холодильник. Охладильник у нас пустой. Он, как у нас, рабочий. Да, охлаждает сейчас. Лед, да? Слушай, ты там вставлял? Карточку не надо? Нет. Карточку вставлять не надо, да? Отлично. Ну, я к тому, что вода не надо. Так, здесь у нас, соответственно, такое дело. Есть вешалки. Очень много всяких разных шкафчиков. Так, здесь мы уже выяснили. Здесь у нас доски. Можно также повесить. А внутри нету еще дополнительных. Нет, нету. Бенк, я сегодня просто, вот, ну, я измутана морально. Физически. Вот здесь, кстати, еще дополнительные вешалки есть. Ну, слушай, ну, очень классно, стандартно все сделано. И очень все хорошо. Вот. Вот. В коже, рюкзак все положил. Вот здесь, видите, много полочек. Мне, кстати, там понравилось. То есть, в принципе, номер вообще стандартный. Ничем не отличается. Так, кроватка хорошая. Нормальные подушки. Есть дополнительное одеяло. Это здорово. Мне еще нравится, что вот здесь вот зажигаются. Вот. Так вот здесь лампочка лучше горит, чем здесь-то. Вот на ресепшн позвонили, узнали по поводу Wi-Fi. Все хорошо. Так, здесь все нормально. Так, здесь тоже все хорошо. Ну, здесь пусто. Все. Ну, главное, все есть. Не, ну, в принципе, так же. Ну, там мы когда были в прошлый раз, там было больше каких-то таких маленьких штучек, веселочек. Какая-то посуда была такая, знаешь, от себя. А, кстати, посмотри, там и сковородки есть, и посуда. Открой, посмотри. Видишь, здесь все стандартно, то есть по чуть-чуть. И киевский, скорее всего, наборная. И даже, смотри, сахар есть, чай. Кстати, здесь уборка происходит каждый день. У тебя есть киевский. А что? Сейчас частники сдают практически по такой же цене, поэтому, в принципе, мне кажется, нет смысла то ли у частников снимать, то ли у самого отеля. Здесь, по крайней мере, будет производиться уборка каждый день. Вот, правда, воды мало. Негазировано всего 0,33. Вот, ну, тем не менее, вот сахар, пожалуйста, чай. Все, что надо есть. Да? Машинка такая же. А здесь, я говорю, здесь все один в один. Тостера нету, не хватает. Вон там макрой чашки, посмотри. Холоденько пустой. Соли нету, ничего нету. Есть средства для мытья. Почему тебе? Ну, мало ли, вдруг, то есть, будешь что-то готовить. Яичницу там или прочее. Ни соль, ни сахар. Средства для мытья, посольные. Но все-таки это отели, они частные. Ну, да. Так вот. Ну, в принципе, нормально все. Отель хороший, сам по себе. А это вообще у нас стандартный, получается, номер. Тоска. Кстати, барный стул есть. А что он один? Был же два. Две чашки. А как тут вообще есть, извините? А почему здесь один барный стул? Где второй? Ну, что один? Это не барный. Что? Надо будет, кстати, попросить, чтобы барный стул еще понесли. Верните стул. Что тут? Солнирная продукция. Так, теле, кстати, есть. Ресторанную услугу питания. Ресторанную услугу питания. От кондиционерной. Это кондиционерная. Это кондиционерная. Вот это телик. Ааа. Ну, слабо как. Вообще не буду отдыхать. Ресторанную услугу питания. С 8 до 11 есть. Специальные предложения по комплексным завтракам. Ага. Это ресторанные группы Бона. Бона. То есть ты ошиблась. Это не там Бона. Это вот где вот стоит вот этот аппарат. Вот ты тыкал там. Ааа. Бона Дэй. Ага. Это называется. Там итальянская кухня. Завтрак состоит из двух блюд и одного напитка. Ага. Стоимость сексирования 500 рублей. Ну, кстати, как нам насчет завтрака. Девушка сказала на речи запечни. По-моему, зовут Диана. Очень хорошая девочка. Она вошла в нашу ситуацию. Она все поняла. Вот. Очень нам помогала. Прям классная девчонка. Диана. Если другуешь смотреть. Знаете, вот, она сказала так, что в завтраке достаточно однообразные. Завтрак стоит здесь тысячу рублей. Получается на двоих, да? Угу. Нет, ну, подожди. Завтрак тысячу рублей? Ну, как раз. 490 фиксируем. На одного. То есть 490. То есть 2. А ты сможешь так внизу, например, поесть на 490 рублей? Ты осмотрел стоимость вот этих завтраков? Я не глядел стоимость. Но я думаю, это так же и стоит. Не знаю. Нет, просто она сказала так, что завтраки достаточно однообразные. И как она сказала, там, по-моему, из пяти блюд ты выбираешь какое-то одно. Да. А вот, и, соответственно... А так это, это можно пить, это в 7 или как? А на 7-30 они работают? С 7 утра. Ага. Это у них с 7-30 завтраки, а так они с 7 работают. Угу. До 23. Кстати, вон, вон, вон роутер. Вон там, снизу. Понимаешь? Не, Wi-Fi, кстати, очень хороший. 130 я засчитывал. Не, непонятно, вот этот как. И Wi-Fi классный. Это штука как? Слабых проблем с Wi-Fi у меня будет. Для меня, знаете, вот для меня интернет это... Вот это. А это что, обогрев, что ли? Это батарея какая-то. А мне кажется, снизу, вон, смотри. А там там нет? Снизу нету. Нет, снизу вот это, видишь, вот, да-да-то, не трогай его, не надо. А она включена. Она включена? Ну, не так. Но она холодная. Ну, так и отопление-то отключили. Это, наверное, центральное отопление. А, ну да. Кстати, заметьте, в прошлый раз, когда мы были в этих номерах, там не было вообще-то пофиг мне. Была. Была? Да. Я не помню уже. Была, только была выключена. Ой, у меня все как в тумане. Сегодня какой, знаете, безумный такой день был. Были определенные трудности. Я так понимаю, это на зиму. Ребятки, я не буду рассказывать все от того, что было. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Я верю в хороших людей. И я привыкла людям давать второй шанс. Я надеюсь, что все будет дальше, все хорошо. Вот. Потому что нервов мне сегодня потрепали очень много. Не буду говорить кто, чего, почему. Мы знаем. Это ладно. Вот. Но сейчас я успокоилась. До этого я была готова порвать весь мир. Он отлично это знает. Я такой человек. Вот. Я человек обязательный. Если вдруг у меня что-то с меня требует, я всегда все, знаете, все четко. Все по делу. Все прям вот. Все вот четко, четко, четко. То есть у меня, например, даже когда рекламу заказывают, я стараюсь все прям вот минута в минуту, день в день, там и так далее. Вот. Что там, система, а у тебя автоматически уже подключается. Вот. Вот. И, соответственно, я того же жду от людей, с которыми я общаюсь. Вот. Потому что когда вот... Ну, нет у меня такого, знаете, разгильдейского отношения вот к вещам. Соответственно, того же и не прощаю остальным. Вот. Люблю контролировать все вопросы, все моменты, да. И вот эта вот хохотушка, там, простушка Нина может превратиться в фурию. Вот. Бывает такое. Не буду рассказывать все подробности. Очень неприятная ситуация была. Ну, благо, что вот сейчас более-менее все мы утрясли. Надеюсь, и дальше будет все хорошо. И все негативные эмоции, они сотрутся хорошим состоянием души. Вот. В общем, мы заселились. Хороший отель. Вот. Кто приезжает, можно забронировать у них на сайте. Можно, соответственно, забронировать у хозяев. Но у хозяев нужно искать на всяких суточную руу. И прочих, прочих. Вот те, которые остались. Мы когда бронировали, мы тогда бронировали, по-моему, R&B&B, да? Первый раз. R&B&B. Сейчас, к сожалению, всяких R&B&B и этих... БББ, как называется, да? Букингов нету, к сожалению, да? Вот. И, соответственно, приходится как-то вот напрямую обращаться. Напрямую, конечно, дороже. Мы тогда помним, когда первый раз приехали. По-моему, что-то 3,5 или 4 тысячи за ночь было. Вот. Тоже вот абсолютно такой же номер. Абсолютно один в один. По метражу такой же. Даже вот все же такое вот все было. Вот. Но, соответственно, тогда вот два года назад... Вы можете пересмотреть наши старые выпуски. Он был вот по такой цене. От отеля, конечно, дороже. Мы даже тогда, помню, спускались на ресепшн и узнавали, сколько это стоит. Сейчас, я не знаю, дороже и дешевле. Цены у них там скачут, могут скакать в зависимости от спроса, в зависимости от времени. Сейчас в 9 часов вечера, когда мы такие заселились, хотя должны были заселиться вообще в 4 часа. Ну, в общем, вы понимаете. А вот номер стоил 7400 без завтраков. Если с завтраками, то, соответственно, еще плюс 1000 рублей. Ну, как девушка сказала, что, соответственно, нету смысла. Нет, просто там какой смысл? Эти завтраки однообразные? Ну, знаешь, если этот завтрак, он там по стоимости однообразный-необразный. Как она сказала изначально, что у них там есть 5 вариантов. И ты 11-5 вариантов. Однообразный. То есть, в основном, когда там написано упитка и два блюда. Все. Выбираешь. Ну, мне, кстати, очень понравилось. А там кафешка куча. Ты можешь взять себе все, что угодно. Они работают с 7 до 23. Нет, ты приходишь в определенные завтраки. Я понял. И там выбираешь для себя. А не просто по всем кафешкам. Если ты этого не делаешь, и приходишь так, и делаешь себе завтрак. Ну, ты вот такой завтрак, как ты сейчас ужин взял. Ты хочешь такой завтрак? Я не хочу. А зачем тебе? Лапшу. Тебе что? Лапша ужасная была. Даже не доели. Ты можешь взять суши и покушать суши. Завтрак куши. Подожди, на эти деньги 490 рублей ты возьмешь одну порцию суши. Как раз. Хочешь в другой стороне. Не знаю. Не знаю. Пас подумаем. Бургер там стоит 400 рублей. Да нахер мне на завтрак бургер? Это большой. Зачем мне бургер и на завтрак? И кофе. И кофе. Который стоит там 300 рублей. Там есть итальянская, грузинская кухня. Потом что еще там? Размечтался. Азиатская, корейская. И какая-то... Как она называется-то? Федина дача. Федина дача. Вкусно, как у мамы. Вкусно, как у мамы. Интересно. Ну, а меню-то я не нашел. Но готовят, я так попонял, когда мамашки, ну, какой-то. Там котлетки, может, какие-то там с макаронами, там, с пюрешкой или что-то такое. Вот, супчик какой-то и прочее. Нет, хороший отель мне очень нравится. Он на самом деле находится в центре Питера. Вот. И при этом, знаете, очень грамотно расположен. Вот. Недалеко от всяких... Здесь недалеко есть метро. Вот. И мы, говорю, уже не первый раз выбираем. Знаете, какие-то квартиры сейчас выбирать? Да, недалеко. Ну, так... Нормально. Нормально. Блин, были, конечно, сегодня грандиозные планы. Думали, сейчас пойдем куда-нибудь сходим, что-нибудь поделаем, заселимся, сходим поужинам нормально. Вот у Геннадии с какой-то дурацкой лапши. А вот, кучу нервов потратили. С бульончиком у них прям-прям-прям-прям-прям-прям. Не, мне вообще не понравилось. Лапша нормальная. Там мясо... Лапша, да. А бульон... А бульон какой-то, как из кубиков, блин, просто намешали. В общем, дико пересоленый. И Вован не доел, и я не доел. Мы бульон стали. Ой, у меня, короче, есть в рюкзаке черешня. А я с собой взяла яблоки, и он вагон вился. Или что там? Наверное, сейчас мы будем заканчивать, ребятки. Сегодня уже никаких сил. Я эмоционально сегодня измотана. Я давно таких стрессов не переживала. Кто-то может порадоваться, что у меня было куча нервов. Кто-то мне, может, посочувствует. Но благо все вопросы решили на сегодня. А то, что будет завтра, время покажет. Вот оно. В общем, всех люблю, всех целую. Выводы будем делать потом. Пока что история продолжается. Но опять же повторюсь, нам всегда везет на интересные вещи. Мы какие-то заколдованные люди, которые притягивают к себе какие-то случаи и происшествия. Но опять же, из всего этого я делаю определенные выводы. И буду учиться на своих ошибках. И в процессе, впоследствии, я своих ошибок повторять не буду. Чего я вам желаю. Увидеть в следующем выпуске. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok